И теперь подробнее об этих и других событиях. Разгрузить дороги Волгограда и создать транспортный коридор, связывающий российские регионы со странами Азии. Эти стратегические задачи ставились при проектировании второй очереди моста через Волгу. Возведение этого объекта началось в 2009 году, но с тех пор дело далеко не продвинулось. Выполнено лишь 20% объема работ. Ускорение стройки должно дать увеличение ее финансирования областными властями, о чем заявил губернатор Сергей Баженов, побывав на второй очереди. С подробностями Светлана Олегбарова. Бетонные опоры, земляные насыпи, железный каркас на месте будущего асфальта. Какой будет вторая очередь моста через Волгу, уже понятно. А вот когда она будет возведена, пока нет. Объекту грозило превратиться в долгострой, подобный первой очереди. Ее строительство шло почти 10 лет. Недавно руководство компании Волгомост, которое ведет здесь работы, на встрече с губернатором обратилось с просьбой о выделении средств на продолжение строительства. Чтобы оценить ситуацию на месте, Сергей Баженов отправился с инспекцией на объект. Попоры возведены. Сапель у нас для этого предназначен. Общий объем металла на одну нитку 3600 тонн. В настоящее время здесь собрано порядка 1400 тонн. То есть это порядка 40% одной нитки повторяется. Второй ниткой это еще 3600 тонн. Общая стоимость строительства второй очереди моста через Волгу составляет 16 миллиардов рублей. Из них освоено около трех. Региональные власти непременно будут финансировать стройку, говорит Сергей Баженов. Ведь объект стратегически важный. Эта развязка на Краснослободск и Среднюю Ахтубу с последующим выходом на Астраханскую область позволит не только разгрузить транспортный поток, который проходит через областной центр, но и связать Волгоград с рядом близлежащих регионов. С пуском моста и всей дороги, всего комплекса, это же не только вторая жизнь за Волжью, это не только, скажем так, создание комфортных условий для жителей Волгограда. Это дает серьезное развитие Волгограду как транспортному узлу. Почему? Потому что это потоки на Казахстан, это потоки на Китай, это потоки с Урала на Черноморское побережье. Строители готовы сдать мост в эксплуатацию через три года, но лишь при условии стабильного поступления средств. Пока же работы здесь идут с гораздо меньшей интенсивностью, чем планировалось. Существенно оживить стройку помогут средства областного бюджета. Принято решение изыскать деньги на финансирование данного объекта до конца нынешнего года. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с Федеральным центром для увеличения объема финансирования этого проекта с учетом его особой важности для экономики региона и страны. Нужно еще вторую часть построить, то есть верховую. И плюс еще опоры все у нас сегодня забиты. Необходимо будет насыпь довести до проектных отметок, выкупить имущество, еще у нас 22 объекта невыкупленного имущества. И плюс потом дорожная одежда. Осмотрев вторую очередь моста, губернатор Сергей Баженов поручил подрядчикам уже к лету увеличить темпы строительства, в первую очередь привлекая к возведению объекта большее количество квалифицированных кадров. Светлана Олегбарова, Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания Ахтуба.